Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. На следующий раз. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вон у нас камейка, пока. Ну не укрямся, тогда туда иди. Да прошу, что ты это... Ну не на счет, цепляйте. Так, все. Давай, Царю Небесную. Царю Небесную, будешь жителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю среди селися вны, И очистины от всякие скверны, И спаси блаже души наши. Батюшка здесь нет? Пусть, ну ладно. Его нету на алтаре. Отец наш Небесный, Господь и Бог, Во имя Иисуса Христа, распятого за наши грехи И воскресшего для нашего оправдания, Просим, пребудь с нами в этом собрании. Мысли наши направь к горнему, к святому. Соделай нас вместилищами Духа Твоего Святого. Тебе за все слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Скажи, чтобы ни одного там не стояло нигде. И там только один молодец. У нас братья не готовятся к проведению собрания. Я начинаю почти с одного. Мы же многократно говорили об этом. Подавали предложение. Заканчивается ничем. Многие бегут на ресталище. Ресталище это участок, как Штрек называет. И кто быстрее пробежит, получает награду. Ревнуйте. В почтительности предупреждайте друг друга. Если вы уважаете людей, Держите их в курсе событий, какие есть. Мы не просто пришли сюда. А мы пришли восславить Бога. И надо сказать конкретно, за что его нужно славить. Написано, за все благодарите. Вот благодарили. А за того сумирал и не благодарил. Почему-то об этом не говорит никто. 12 томов написано. Я-то ничего нового не придумаю, просто не нахожу. Его тащат, привязанного веревкой за шею. Иногда падает, волоком тащит. Представьте, он такой изможденный. Он слава Богу за все. Молитва трех ступеней. Первая ступень просительная. Дай. Помоги. Утешь. Ослабь. Извлеки. Благослови. То есть эта молитва относится к христианам, к язычникам, к мусульманам, к буддистам. Все просят. Вы не думайте, что мусульмане, посылая на смерть своих детей где-то, и они сидят и хохочут. Они молятся. Чтобы убедиться в этом, прочитайте. Хаджи Мурат, Льва Николаевича Толстого. Он воевал там, и он рассказывает, как это было, и как старики ему молятся, когда после разрушения русскими село. И они молятся и просят Господи, Аллах, зачем эти люди живут тут русские? Зачем они нужны? Они пришли мирно, и все было у нас. Они все разорили, все уничтожили, порубили. Они молятся, они просят. А вторая ступень – благодарение. Благодарить хорошо, когда ты получил. Но ты не знаешь, что из этого будет, когда ты получил. Вот у нас даже были в общине, ну девушка, ну хорошая, я ее знаю с детства. И сватается, и юноша-то хороший-то, в нем нет никакого изъяна, отличник в школе, в университете, там заканчивает у нас большинство с красными дипломами. Она им отказывает. И оба ко мне расположены. Я пытаюсь узнать, на чем это основано. Почему ты отказываешься-то от него? Ну, не знаю, ну вот не нравится. Второй сватается, опять отказывается. И наконец она получает такого, от которого всю жизнь стонет. Она за него вышла. А теперь она уже дошла до нужной кондиции. Вот это как раз то, что мне надо. Вот это надо понять, что что нам надо, это прояснится не сегодня, не завтра, а может быть через десятилетия. А может быть в детях. Мы не знаем о концовке, потому что на пути погода стоит, времена года, разные люди, военные события, масоны, комитет трехсот, коммунисты, фашисты. На пути много препятствий, но если это твое, оно к тебе придет. И Златоуст третью ступень достиг, словословие. Слава Богу за все. Вот запомните это. Почему он не благодарит? Я отблагодарил Бога заранее уже. За все благодарил. А теперь слава Богу за все. Как? Тебя свергли, ты был патриархом. Несправедливо. Епископы православные тебя обвинили в связи с еретиками, с оригенистами. Его не свергли-то ни коммунисты, а епископы православные. Голосует 47 епископов. Свергнуть его? Почему? На поводу царицы. Симфония с властью. Вот откуда эта зараза приплыла. Это Византия наградила нас этим. И всю жизнь бредили в России тысячу лет. Без власти-то православная церковь шагу шагнуть не может. Если власть сейчас отнять благоволение, все прекратилось. У нее движения никакого нет. Они жалуются, предают друг друга. Все на лжи основано. Это история вся полна. И сегодня это есть. И это я испытал на своей жизни. Вот нынче мы совершили 12 миссионерских поездок по стране. 50 с лишним тысяч километров. Но шофер скажет, что это расстояние. За три месяца, одну неделю. 240 городов страны и районных центров. Начиная с Москвы. Южный и Северный путь прошли порт Владивосток. Это находка и Владивосток. И нигде препятствия нет, кроме как от православных священников. Притом ни один книги мои не читал. Меня в глаза не видал. Но он люто ненавидит. Как он только инфаркт не получает при встрече, вот это удивительное дело. Первый раз встречаюсь, он не видел. А мне сказали, преподаватель в семинарии, преподает в Томске. Я разговариваю с ним. Но тот что-то читал, видел. Я пришел в встречу с епископом. С ректором его нету. Если бы Маша была, он бы, наверное, меня полностью уничтожил. Испепелил бы. Такая ненависть. Прямо пылает. А мне сказали, ну я живой перед тобой. Ну спроси меня. Я исповедую свою веру. Ну спроси меня. Ну судить ли суд не выстушил? Павел говорит, почитаю себя счастливым, что могу защищаться. Мне этого счастья они не дают. Я окружен тысячи уст хулят день и ночь. И где, где я к ним соприкасаюсь. Я вот сегодня попрошу кое-кого выступить. У нас наши братья и сестры, некоторые в отъезде, живут в других местах. Сегодня они приехали сюда. Ну и, видите, никто не готовится. Как-то информация на мне. Я хочу с вами поделиться. Первый, это наш гость из Семертау, Михаил Кальмаев. Вот он. Ну можешь не вставать, так рассказывать. Желаешь, можешь встать. Расскажи, как у вас там обстановка в Кемеровской области. Это самая тревожная, самая злостная, самая климатическая епархия. Мои книги изымают, по библиотекам рассылают, изъять, сжечь там прочее. Беснование самое настоящее, буйное демоническое действие. Я не могу на них выйти, что вызовите меня, я перед вами выйду и отвечу. Ну, конкретно покажите хоть слово или страницы, ни одной нету. А что это, как Виссарионово братство, белое братство, там звенящие кедры, Анастасия. Все, они как сумасшедшие. У нас литургия божественная идет. Только что закончилась. Наш смещение служит вместе с Московской Патриархией, в Покровском соборе, с епископом вместе. Им это не нужно совершенно. Почему? Дух лжи вошел в уста. Мы считаем это при пророке Михея, но нигде не написано, что он вышел. Надо до конца доходить. Мы вот сегодня слышали, 10 прокаженных исцеленных, а один только пришел. У нас сколько из общины ушло? На 10 человек только один благодарил, что он получил здесь. Сейчас выставили один ролик, и священник, он бывший пятидесятник. Ну, город Братск. Это Иркутская область. Ну, теперь батюшка с крестом, у него берут интервью, конечно, не на нашей аппаратуре записывают, все прекрасно, чисто. И он говорит, я был неверующий, там, пил, курил, ну, все у меня было, говорит. Ну, вот с запозданием, конечно, в Сибирь приехали, кого называют, сектантами, пятидесятники. И я уверовал у них, как много от них я получил хорошего. Я от всего этого отстал. Дальше появились харизматы, тоже пятидесятники, но на другом уровне. Я пошел туда, стал благовестником, там, руководителем, но чувствовал, в душе не хватает чего-то. Где церковь-то? Каждый называет себя церковь. А где она единая? Он пришел к православию, принял в московской патриархии, он служит. Но мне дорого то, что он не хулит то, что где он был. Я тоже среди этих пятидесятников обратился. Я постоянно подчеркиваю, пишу, мне говорят, это портит вашу биографию. Другое дело, когда цельная натура, родился, ну, из православного подала и прочее. Ну, православный, весь запах от тебя православный. Ну, а ты был, родился в киржатской семье, теперь уверовал в пятидесятики, как он. И вот брат, он в прошлый раз рассказывал, как он уверовал. Расскажи, что у вас было за это время, как ты уехал, и сейчас вот вернулся, он сегодня причастник. Ну, что, то, что Игнатий Тихонович сказал, все правда. Так и такое есть поведение у священников. Ну, не у всех, я вам скажу. Некоторые священники понимают, что где правда, а где ложь. Но они не говорят, не выступают и как бы боятся что-то говорить, в общем-то. Чтобы не повредить себе. Ну, а у нас что получилось? После нашей поездки по Кемеровской области, ну, Игнатий Тихонович дал там раздавать вот эти вот приглашения в библиотеку. Ну, Нина Ивановна, которая здесь была, она это по Осинникам, там город Осинникой у нас есть. Филонова. Филонова. Вот. Она ходила по городу, раздавала эти приглашения. Это достигло ушей благочинного там и некоторых таких женщин. Подождите, маленькая, нет. Постоянный раз, разрешите его побыть на собрании. Кому? Алексею. А кто ему запрещает? Ну, так получается, его гуману, кстати, меня же отодвигают в сторону, он же рвется прямо. Один раз за всю жизнь сходят. Машина с на дорогу, нам выехать ни одна машина не может. Машину отогнать в сторону. Он вернется. Иди, отгони машину. Он приехал после машины, теперь 10 машин, не можем выехать в машину, не можем. Так, ко мне какие есть вопросы? Календари будут или нет? Я не заказывал календари. Не знаю, надо или нет, заказывали или нет. За второй год? Кто говорит, не нужны, кто говорит, обязательно нужны. Поэтому я не знаю даже. Позвоню я еще, может быть, 150 тогда скажу, чтобы прислали это. Может быть, так. Следующая исповедь будет в субботу. Я приеду в субботу. 30-го будет приеду. Кто еще не успел, готовьтесь к исповеди. Вот, на субботу вечером. Кому что нужно? Кажется, вы, может, что кому нужно? Заказы какие делаете? Все? Нет никаких ко мне вопросов? Нет. Нет. Все, я поехал к болящим. Спасибо. Ну и, в общем, Нина Ивановна ходила, распространяла. Ну и, естественно, тут пошли слухи такие, что она распространяет книги. И книги эритические там, всякие разные. И пошли слухи от кого? Именно, действительно, от священников. Там есть такой отец Максим и игумен Пимен. Отец Максим этот, он начитанный, образованный, молодой человек, считающий себя знатоком священного писания. Но, к сожалению, как Игнать Тихонович сказал, что они не читают. Они берут это по слухам. Один сказал, другой повторил, третий это принял. И это все распространяется. Никто не исследует того, что правда есть или нет в тех словах, которые там говорятся. Нина Ивановна забрала священника себе на... Так сказать, она за ним ухаживает. Отец Сергий, 88 лет ему уже сейчас будет. Ситуация такая, я коротко расскажу вам это, что до того, как мы приехали сюда в прошлом году к вам, в Потеряевку первый раз, этот батюшка, отец Сергий, нас благословил поехать именно сюда. У него были книги, ну, три книги, я как раз их и читал. В общем, мы приехали сюда, потом уехали и обратно, потом уже приехали и покрестились. Вот этот момент категорически не воспринимается никем из священства. Что они считают, что вот это крещение, они называют его повторным. Хотя тут совершенное заблуждение, ошибка. То есть не было первого крещения, по сути дела. То есть, ну, тут ложь. Ложь вкралась в это таинство. Называя крещением тот обряд, который делают, то есть человек стоит на полу и никуда он не погружается, по сути дела. Ну, какое же это здесь соблюдение канонических правил? Никаких нету. Ну, и в общем, ну, не принимают они это. Ну, наш батюшка категорически не принял это все. И он в отсутствии нас, Нина Ивановна уехала к себе домой, а я был на работе. И он ушел в монастырь, убежал от нас. Каким образом? Ну, то есть, как он объяснил уже там в монастыре и игумену Пимену, что он говорит, я не могу жить с сектантами, потому что это соблазнительно для прихожан. Это произошло великий пост в Страстную Седмицу как раз. Ну, что, вот мы приехали этим летом. Я привез маму там, сестру Нины Ивановны Галину. Они тоже покрестились. Ребятишек привез в лагерь Стан. В общем, все, слава Богу, хорошо было. Вернулись обратно. Нина Ивановна говорит, мне хорошо без батюшки. Я одна, я могу читать, слушать. В общем, я занимаюсь, ну, своим духовным просвещением. Никто мне не мешает. Но ситуация так изменилась по воле Божьей, что отец Сергий там очень сильно заболел, и его отправили в реанимацию. В реанимации его привезли, положили, и все уехали. Ну, а врач, который хирург там, он говорит, что это Нина Ивановна, почему никто не приезжает? Старик лежит, никого нету, никто за ним не ухаживает. Она поехала к нему. И тот, кто нас, говорил, называл сектантами, ну, мы как бы сделались, батюшка это говорит, Нина, забери меня отсюда. Забери, не могу, я говорю, забери, плачет сам, и говорит, забери. Но, говорит, я как тебя заберу? Ты уехал в монастырь, ты монах, я же не могу это нарушать, канон это. Ну, и нельзя это без разрешения, ну, как это это? Ну, в общем, она уехала. Потом его из реанимации перевели в палату, она опять к нему поехала. Приезжает он тоже самое, ну, уже одетый, но весь переживание, говорит, Нина, забери меня. Забери, я не вернусь, в общем, туда. Сын его в Москве, священник, в Троице Сергиевой Лавре, он там это, служит. Он звонит Нине Ивановне, говорит, Нина, забери его, я тебя прошу. А она говорит, ну, на меня же все нападут. Меня будут, как это, я заберу из монастыря монаха. Он подчиняется епископу. И как он это, тут вообще это нарушение всех канонов, всех правил, как говорится, которые установлены. Но, тем не менее, он говорит, я беру это на себя, этот вопрос. Она его забирает, на такси вызывает, привозит. Он уходить не мог уже. Он приехал, у него, ему дали келью маленькую. У него был до этого большой дом и огород. Он там гулял, ходил, там что-то делал. А тут маленькая келья практически не выходила. Зубов у него нету. Питание у него было такое, что со стола все едят, то подадут, и он ест. А старый человек, желудок и не работает, как надо. Ему Нина Ивановна все делала. Да. В общем, уход был очень хороший. Ей сколько лет, Нине? 63 года. Она сама больная. Ей было очень тяжело это делать, на этот шаг решиться. Она уже сказала, она помолилась и говорит, ну, это воля Божия есть. И она его забрала. Ну, и вот она забрала, а туда в палату приезжают с монастыря, а там батюшки нашего нету. Ну, и вот, что получилось это. Как так? Как она могла забрать священника? Какой имеет право? И так далее, и так далее. Да еще бы, ладно, забрала. А он ушел к тем, которых называл сектантами. Это, понимаете, Бог так повернул, что ихняя неправда на их голову уже обратилась, по сути дела. Понимаете? То есть, на словах мы можем что угодно говорить. Они вот сказали, они это слово, они как бы сказали и все. И не отвечают за то, что они сказали, они не чувствуют, что это понесет какую-то ответственность. Лже-свидетель не спасется, лжец будет наказан. Понимаете? Вот. А тут, понимаешь, ну, им ничего не докажешь. Понимаете? Если тебя не слушают, вот как Игнатий Тихонович говорит, я стою перед ним, а он меня это хочет, это, ну, готов сгрызть. И так оно и везде получается. Ну, а Господь Бог так повернул, что не словами, так делами. Понимаете? Вот, и на деле у нас вот такая ситуация получилась. Сейчас отец Сергий у Нины Ивановны находится, и они очень сильно домогались, чтобы он дал объяснение, как он верует, отец Сергий. А он страшно боится быть сектантом. А они его, это, пишут ему, письма пересылают, это, бумаги, напиши, как ты веришь, чтобы проверить его уже. Может быть, он сам уже такой же стал, как мы. Но он таким не стал, он каким был, таким и остался, по сути дела. Но единственное, что мы сейчас с ним ничего ему не доказываем, ничего это не объясняем, в общем-то. Хотя, при самом любом удобном случае, мы всегда вспоминаем. Вот, допустим, сидим, мы разговариваем о чем-то, и говорим, вот, а Игнатия Тихоновича, или там, в общине, или так вот, вот так вот. А ему не нравятся некоторые вещи, которые происходят в церкви, отцу Сергею. Вот ему не нравится, что в брюках ходят там, в церкви. Ему в монастыре вообще не понравилось. Он говорит, я не знал, что такое там может быть. Женщины это, раздетые, мужчины тоже, ну, эти, шорты, или как там они ходят летом. В общем, ну, ему категорически не понравилось то, что происходит в монастыре. Торговля там, это все прочее. И он никуда не выходил до этого. Ну, не знаю, как Богу будет угодно, но я надеюсь, что мы расстанемся с батюшкой примиренной все-таки, чтобы нам это не понимание между нами было, а все-таки понимание было. Но это Бог только может. Так, теперь вопрос. Когда на вас там какое-то гонение было, и вы просили помолиться, чтобы вас все-таки вызвали на суд епархиальный. Да. Они не вызывают. Чтобы понятно было, что это такое. Я писал патриархию, ну, вместе с епархией. Ну, в среднем, допустим, 50 писем, прошений, там, воззваний. Ни на одну ответа нет. Я стал спрашивать других, и сейчас ролик такой же один. Я, говорит, пошел, у него интервью берут. Ну, был, ну, я, говорит, Сергей, да, я из Новокузнецка, как раз это их область. Ну, не приняли. Я утром пришел, в Москву приехал, билет там, деньги истратил, милиция встречает. И почему, говорит, на вахте майор, майор или заниматься этим делом, вахтером-то, там же майор-то это же звание. Не пропускает, допрашивает. Ну, я, говорит, не к милиции приехал-то. Я приехал к моему отцу, отец-то патриарх. Я хочу побеседовать, у меня интересное предложение есть. Мне откровение от Бога было. Ну, а там шагов пять пройдешь в этом же помещении, там, говорит, за куток, и там сидит священник. А другой, кто спрашивает, так у него погоны не торчат из-под рясы. Он говорит, нет, погонок я не видел. Ну, разговор то же самое. А зачем тебе нужно? Да зачем? Ну, хоть пустите меня, где там, секретарь какой-то побеседовать. Я хочу письма или как-то оставить. Я верю каждому слову, со мной так всегда и было. Если я в прокуратуру написал 38 писем, 38 ответов получил. В краевой администрации я 52 раза обращался. Ну, мы строим с нуля. Ну, мы, то есть я говорю, мы, это, значит, наши люди. Поселок Потеряевка, там, получить статус. 52 ответа получил. Так они назначают комиссии, едут туда. Да, людей специально подбирают, начальников отделов, краевая прокуратура, зам прокурора приезжает, там, полковник. Мылицын. Ну, ну, здесь никак нету. Ни разу и нигде. Я других раз спрашивал, вы писали в епархию? Писал. Ну, у нас был отец Павел. Сколько он писал его? Он снял с него просто одежду, вместо епископа. Содрал с него все. Обворывал его. Мы посчитали, на сколько тысяч рублей. Магнитофон отобрал у него, рясу отобрал. Ну, ряску, не ризу. Крест у него серебряный был. По сегодняшний день не отдает. Иханон говорит, нельзя жаловаться мирским властям. А стерковного суда не было никакого. Это нигде в мире такого нет, чтобы тебя ограбили. Нельзя было пожаловаться вышестоящему для восстановления справедливости. Это только в православной церкви, в патриархии. И он писал, помогал им очень грамотно составлять у нас на Панаил, был монах. Ни одного ответа, ни из епархии, ни от патриархии. У меня есть люди, которые достойны того, чтобы обратить на них внимание. Они писали, хотели встретиться, ни разу никому не ответили. Такого пренебрежения к своему народу, такого предрения нигде нету. У изучников, у коммунистов нету. При коммунистах я писал, ни одного запроса не было безответным. Но я иду и торгую порнографией, прям киоски-то. Я тоже сел, быстренько написал, или даже помню, позвонил. Уже к вечеру иду, киоска нету. Не то, что они продажут, а киоска нету, они смели. Коммунисты как смотрели за нравственностью. Я не могу это не вспомнить, но теперь этот Фризен, он зам главы администрации города. Там прекрасные люди. Здесь вообще, как будто бы сидят, то ли никого нету, одни манекены. Никого вообще нету. Никто не отмечает. Стучи, не стучи, бей, не бей. И вот, когда они стали их презирать, там, с ними, клеветы распускать, что там, и дальше что было? Ну, клевету распустили, когда началось еще, когда она от вас серьги забрала. Тут вообще они, как бы, на дыбы встали. И была надежда такая, что они все-таки пойдут дальше. Не просто слова будут говорить. Ну, а они все-таки постараются разобраться, в чем суть. Все-таки это, понять, почему мы такие вот, почему это так получилось. Но, к сожалению, все... Вот, ничего, никто ничего не хочет делать. Они сказали, не забыли, а просто они не чувствуют ответственности за свои слова. Они считают себя, ну, как бы, вознесенными на таком пьедестале, что, если он сказал слово, то это так оно и должно быть. Как бы сказать, такие оракулы современные. То есть, он сказал, значит, это истина в последней инстанции. Все, тут ничего не надо доказывать, ничего не надо объяснять, никого не надо спрашивать. Я знаю, что они сектанты, этого достаточно. Все. Но люди, которые стали приходить к отцу Сергию, а к нему многие приходили, еще когда он был, еще это, возле храма жил там, в домике, люди слышат то, что говорят, ну, про нас. И когда они приходят, они видят совсем другое. Понимаете? Они видят, что здесь нету никаких сектантов. Что самые нормальные христиане православного вероисповедования. И люди, уже своими глазами, видя это, они, не надо, мы даже слов каких-то не говорим особых. Просто мы ходим в храм, на службу, молимся, исповедуемся, причащаемся. Они даже, вот это вот самый главный такой момент, где это истина, они проверяют истину. Причащаясь ли ты, исповедующийся, для них это самое главное. Ну, спросили бы, вы причащаетесь, исповедуетесь? Ну, сказали бы, причащаемся, исповедуемся. Нина Ивановна, к ней ездит это, игумен Георгий, батюшка у него исповедуется. В общем, это, ну, собственно говоря, им это не надо, чтобы мы знали о нас правду, я так понимаю. Им нужна, им не нужна вот эта община, не нужна вот эти вот слова и книги, потому что они имеют такой обличающий характер, именно правдивый. То есть обличают не просто так, а любовью обличают, чтобы исправиться можно было. И не где-то со стороны, а изнутри церкви, понимаете? Это заноза. И заноза так сильно колет, что, ну, не хотят они даже это слышать, понимаете? И все заглохло, ничего не стало. Ничего нет. Ладно. Я вам хочу сказать, бывают неверующие люди, ну, как сказать, не церковные, так можно. Совсем неверующих-то, может, никого и нету. У меня, когда фотографии фотографируют, там, Каспришин, Волобоев, из Рео Новости приехал этот, Кряжев, большие такие известные фотографы. И все фотографии, когда они снимают, у меня сразу заранее, они все сразу мне отдают, даже сами не пользуются. Без селекции, так назовем. И вот у меня, когда они ужаты, я не могу их теперь где-то употребить, я их заранее ужимаю. И я потерял вот эту фотографию. Но когда я увидел ее, что игумен Игнатий Душаин выпускает крещение, на корочке стоит, по благословению патриарха, я тогда позвонил автору, это Павел Федорович Бедруков. Я говорю, фотографий у меня такой нет, как нет, я все отдавал. Ну, по небрежности я ее ужал, она в ужатом виде есть, а мне надо целую. Ну и тем более, главные фигуры здесь, кто крестится, это Путков Сергей Павлович, хотелось ему... Это человеку я позвонил, и что вы думаете? Он на целый диск одну фотографию только записал и привез мне, передайте. И сделал фотографию на это, посмотрите как. Это люди, которые не церковные. Насколько порядочные, насколько хорошие, передай. Одну фотографию на целый, я говорю, ты что делаешь? Да как же, вы же просили. Ответственность. Здесь ничего нет. Я сделал подсчет, когда увидел, что Кемеровская епархия бунтует, просто лопается о злости. Я тогда, у меня список идет, в какие библиотеки, какие города ездили, и в каких местах мы подарили цирквам, полные 38 книг, наши книг. Старая цена это 12 тысяч, нынешнее тоже 25 тысяч стоит, полная цена. Всех этих книг. Ну я искал повода, за что зацепиться, почему в одном городе даю, а в другом нет. Где-то батюшка служил, я в тот город, ага, из Силькуль. Ну да, батюшка там служил, мой брат. Теперь, Анжера Суджинск, смотрим на карте, там служил убитый Яковлев, отец Григорий. Ради него я еду совершенно в сторону и священник ударю. Там город нашел один, там служил отец Александр Пивоваров, Болотная. Я туда еду, тоже в сторону совсем приезжаю, говорю, тут служил дорогой батюшка погибший, отец Александр Пивоваров, магистр богословия. У него на дому вот эту семинарию кончал наш батюшка, я и мой брат Павел. Ради этих людей, я говорю, в память их я приехал и дарю. Дарю не в библиотеке, библиотеке само собой подарил, а именно на церковную библиотеку. Никто не бунтовал, только одна, Кемеровская. И она развела такую деятельность, как будто это самые лютые враги, которые стали все рвать и метать и в библиотеки залазить. Это безумие. Мирская библиотека им не подвластна. Они давай готовят специальное послание, что в библиотеке книги отказались, а они не православные. Почему? Потому что они написаны в пророческом духе по Библии. Священники это лютые хищники, разбойники на пути к психям, пророк говорит. О них что сказано? То вы не заботились о вовсах, вовсы сделали с добычей всякого зверя. У меня 3000 ссылок из библии в каждой книге. Я только посмотрел, в Новосибирской области я подарил, отдельно я еще частным священникам дарил. Это уж я не считаю даже. Но в частной библиотеке они не могут взять. Было так, что начальник один над библиотеками, это отдел культуры района. Я единственный раз подарил полный комплект ему за его отношения, за то, что он открыл нам везде двери. Может быть отца слишком щедро, но по-другому нельзя было. Настолько-то возвышенно было, с такой радостью он пошел, сам ящики носит наши. Ну, такое дело. Я тогда по графику посмотрел, там две, в Томской области две, в Кемерово семь. В семи библиотеках, ну и тут нетрудно догадаться, что где две там не тронуты, а где семь. Я стал теперь как огня бояться не только архиереев, не только архимандритов, но и священников. Притом, ему лично подарил, а стали везде, говорят, а наш батюшка-то, он тоже получал от Игнатия. И он уже, опережая всех, несется в епархию сдавать книги. Да неужели не понятно, что в государстве такие люди будут первые, которые будут все разрушать и разбегать? Он не может постоять. Ну, разве мусульмане может так сделать? Притом, Дарилка, да, и он на снимках, на видео, он обнимает меня, целует, благословляет. И между нами после этого ни одной встречи не было. Что случилось? А епархия сказала, то есть своего мнения нет. Это полный манкуртизм в церковных кругах. Вот это новости, какие я вам сегодня скажу, попрошу быть внимательным. Вот прежде времени сказать о ком-то как-то нельзя. Бывает, человек не понравился. Ну, в Библии говорится, не смотри по одежде, по взгляду, там, Господь сердце только знает. Ну, нельзя от этого отойти, когда ты видишь, как человек там одетый, там, или... Ну, не пьяный. И говорит-то они, такие слова прям небожественные. У меня такие в Мейл.ру, а у меня худо-бедно, 5400 уже друзей. И мне уже утром сегодня я раз, и 5400 от меня получили, что я хотел. Писание, местописание, ну... И вот одна, я вижу, от нее ничего как бы нету. И вдруг она мне сообщает. Сегодня умер иеромонах Иона в Одесском мужском монастыре. Никто не сообщил, даже те, которые знают нас. А я его знаю, мы у него были. Это прекрасный человек, кратчайший. Ну, настолько он кроткий, внимательный. Ну, я просто много с людьми, со священниками встречаюсь и скажу, редкой души человек. И он умер. И у кого будет на душе Иона, Иона, который внутри кита был, помолиться за него. Чтобы его добрые дела были известны другим. Я говорю не о том, что там где-то за него молятся все, но об этом мало кто молится. Чтобы его этот добрый труд, что он выковал такой характер, он отобразился во всех, кто знал его. Чтобы они желали подражать ему. Он, конечно, в московской патриархии был. Но у него были. Нас никогда это не то, что не смущало. Мы считаем себя счастьем и разрывной Вселенской Церкви Православной. Вот. Это о Бионе. Дальше новость. Виктор Андреевич Яковлев сломал ногу. Кто не знает? Так, поднимите, кто не знал об этом? Да, я не знал. Да, все-таки многие не знали. Он сразу мне позвонил. Я говорю, а как? Что он на дороге упал? Ну, бывает. У нас одна, наша соседка, кажется, получила новую квартиру. Работала на стройке. Там опасностей всегда полно. В лойку пошлась на одной комнате в другую, а порога нет там, делает без порога. Половищок подсказнулись и села на свою ногу. И в комнате сломала ногу. Первый астронавт, который на Луну, Нейл Армстронг, железное здоровье, в ванной поскользнулся, упал, вестибулярный аппарат повредил и теперь шатает. Ваня дома. Значит, Виктор Андреевич болен. Помолиться надо. Чувствуется сразу, как вырванный зуб. Его нету. Сейчас. Сейчас я скажу. Ты уходить хочешь? Нет, про Виктора Андреевича. Давай. Ну, Виктор Андреевичу позвонил я. Он такой бодрый голосом ответил. Я говорю, Виктор Андреевич, что-то говорят, вы ногу повредили. Думаю, может, это что-то неправда. Он говорит, нет. Он говорит, осколочный перелом. Наружной стороны лодыжки. Короче, сильно сломал очень ногу он. Лодыжку. Пять недель больничного. Я говорю, ну как вас посещать там? Он дома. Дома он дома. Как вас посетить или что? Он говорит, не надо беспокоиться. Я, говорит, дома. Себя, говорит, тут я чувствую в своих стенах уверенно. Поэтому, прежде чем все, созвоните с ним. Спасибо, Христос. Второе, очень радостное известие. Для тех, кто трудился. Всем по гостям. Кто помогал. Вечером сижу я где-то во вторник. И вдруг звонок. Ну, а я по тюремному всегда, там, не о Лене, ничего, а всегда говори. То есть все остальные за бортом. Слово говори первое, успевай секунды. Да, я Душенов Константин Юрьевич. Дома Константин Юрьевич. Милосердием Божьим. Помилован. Освободили его кое-как. Бодрый голос такой. Ну, его жена, Елена Ивановна, конечно, рассказала, что мы тут сборы делали, помогали. Для нас он очень дорог. Он за все, за все благодарил и просил, и в моем как бы лице, отблагодарить вас всех, кто участвовал в этом. Мы собирали средства, неоднократное, кажется, было. Если я правильно говорю, меня днем не дали. Да, да, да. Четыре раза. Правильно? Да, да, да. Правильно. Ну, и для нас он очень дорог был. Это настоящий патриот России. Конечно, с чем-то я не согласен с ним. Вот последнее выступление, за что арестовали, это бы, по-моему, это не надо было говорить. Понимаете? Но это православный. Он называет секретарь Иоанна Снычева, митрополита. Это бывший военный, кажется, подводник, морской офицер, имеющий награду, орден от правительства. Главный редактор газеты православная Русь, или Русь православная. Они там зарубежно, менялись только названиями где-то. И вот он дома. И тут же стоит ролик в Ютубе. И как он беседует, берут у него интервью, он дома говорит. И некоторые начали его уже обвинять. Это вы, потому что вы там пошли, вы сломались, то другое. Говорит, а в чем я сломался конкретно? А он там подписал, я, говорит, о помиловании не просил, нигде не писал. Ну да, в последнее время было, говорит, ко мне приехали разговаривать из Москвы два генерала. Какой уровень? Понятно? К Ходоровскому два генерала не приедут. Здесь два генерала. И как беседовали? Да, действительно, я говорил вот это, но в чем я уступил? В чем не так? Патриоты начинают, которые там не были, как отца Дмитрия Дудко тогда щипали. Я тоже был, не знаю, хотя меня никто не щипал, но сиди спокойно, пока тебя, говорит, не захватило эта сеть. Ты не знаешь, что с тобой будет. Иногда спрашивают, сколько надо, чтобы осознать где-то три дня. Это мой опыт. За три дня с тебя могут что угодно сделать. Полное изменение обстановки, угрозы со всех сторон, и маячь впереди тебе десятилетия или больше в тюрьме, а то и того хуже. А ночь еще подсадят таких, которые тебе, говорят, пора, что будут на голову надевать и покрышкой голову разбивать. Сиди спокойно, только молись. Значит, за Константина, брата нашего любезного, возблагодарите Бога. И тот же ролик. И у него Иван, сын, я не знаю сколько, но, видимо, лет 14-15. Идет он, ролик такой, ну, снимает не как у нас, а так, значит, то отсюда, то оттуда, то... Ну, как эти специалисты. Мы же не специалисты, мы просто снимаем, как есть. Как называть? Простодыры. И вот он идет, Иван, и дорога видит, и ежит Евангелие. Он его поднимает, считает Евангелие. Ну, ее-то там молодые, выпивают девки, и девчата эти хватают его за руки, курят, а он от них не толкает ничего, вот так потихоньку выдвигается. Его спас, дескать, Новый Завет. Вот такой отролищик поставили. И в это время какое-то песнопение там патриотическое. Ну, хорошо, что я не слышу, а то привязался к этому. Я признаю до конца песнопение, как псалмы Давида, прославляющие Христа и святую его Библию. Если этого нет, я всегда ставлю вопрос, а зачем это стихотворение поэт написал Евгений Онегин там, если там Бога не прославляют. К чему это все нужно? Ну, вот если это, значит, подошло, то скажу, что я в последнее время надоедал кое-кому. Научите меня в Ютуб выставлять ролики. И вчера Михаил показал, там всего 3-4 движения мне не хватало сделать, я сидел на одном месте, Алексей, ты это помни, с надписями. Научил ты меня в клейке, там все сделаны. Так и здесь. И уже вчера, сегодня мы ролика всем закатили в Ютуб. По Ютубу это, говорят, дочернее предприятие Гогола, это на весь мир. Ну и там большой материал можно вставлять, и о чем, и о вашем внуке. Ну-ка, баба, расскажи, как мы записывали? Да, хвалиться-то нечем. Как тебе назвать, назовись фамилия? Симоненко Ольга. Это родная сестра нашего брата Виктора Николаевича из Потеряевки. Поклон всем от родителей, кто знает моих родителей. Родителей я вставлю. А Николай и Надежда. И он, Николай, я его воспринял, это мой крестник. Но он старше меня года на три, наверное. Бодрый ваш крестник. На лыжах ходил, пока погода позволяла. То есть ему 76 лет, наверное? 77. 77. Ну и мама, слава Богу, живы-здоровы. Ну а внукам-то хвалиться особо нечем и детьми. Помолитесь о них. Анна, дочь старшая, у нее внучка моя Анастасия и Екатерина. Даниил. Вот как раз Игнатий Тихонович захватил Даниила в моем доме. Ну что говорить, беснование полнейшее. Четыре года ему уже. Родился внук, дед носил его на животе, как умерший мой муж. Как медаль. Ну что с него получилось? С него и получилось, вьет веревки с родителей уже в четыре года. В садик не пойду, манипулируют. Ага, я уже закашлял. Одели его в садик. Ага, я болею, я кашляю. Ну вот так вот. Вот такой. Ну дочери я все время говорю, Игнатий Тихонович. Говорю, не утешишься к старости, если до старости он доживет еще этот ребенок. Мы записали ролик. Выставил я вчера его. Там слезинки Яшины, а здесь слезинки Даниила. Вот. И ей там много показал Бог. Умирал муж когда, и она была со мной. И он как по жизни, когда начинала я говорить о бесах, он так вот, как на прокаженную меня смотрел и отбивался. А тут-то ему Господь показал воочию их. Как он боялся ночей, вы только знали. И как от меня шарахнулся, меня позвал спаси Оля. И позвал и уже немощный, я не знаю, куда он, голова его дальше могла провалиться, мимо подушки, мимо постели. Это ужас такой на лице был написан. И вот дочь-то была рядом. И она, эта мама со слезами говорит, мама, как ты нас толкала, ее слова, как толкала ты нас к Богу, и папу, и нас. Вот у нее глаза-то открыты. Ну, тем не менее, живет обыкновенной мирской жизнью. Ну, в церковь, вот приезжала я в ноябре, я к ним ездила на три дня. И в церковь-то сходила, ну, молится стоит. Ну, Господь, конечно, не коснулся. Прошу ваших молитв. Это, плакать не надо и молиться, конечно. Оля, я спрошу, а вот ты-то ему бабушка. А твои родители, это про дед, про бабушка. Да, 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 да. Ну, как они отзывались, когда я сказала, что были там? Главное, обычно деды в душе не чают, а здесь даже, чтобы к нам и не ходили и прочее. Да, почему-то вот облик даже, чтобы дед с бородой, вот его это отпугивает. Вы представляете, приезжаем к ним, он в машине, я не пойду, он уже знает, что здесь дедушка, бабушка, прабабушка, прадедушка живут. Не пойду. Уговаривает там мама или дед уговаривает его несколько минут, он заходит. Ну, он ко всем так насупленный, брови сведены. Пока вроде как мать-то его оправдывает, дочь моя, что пока я, он не привыкнет, он ко всем так. Ну, а тут даже не люблю на них. Ну, а потом-то ничего, разыграется и все, и поцелует, уезжаем. А вот такой вот... Ну, я спросил когда отца, почему? Ну, как, говорит, мы деды, дедов обычно любят, мы на разные гостиницы приготовим. А он, говорит, со всей душой... Бабу ударил, подоход мне, плюет на меня. Ну, как это? Такой вот. Четыре года, уже осмысленно, уже большой. Четыре года вот ему в ноябре было. Ну, да, на этот месяц поменьше, меньше, внучка. Она и в церковь я его водила, но он долго не может... Это беснование, вот посмотрите, когда ролик, это буйное беснование. И, знаете, пока маленькие были, я вот молюсь, утреннее, вечернее правило, засыпали по ним. Чуть вот подрос, особенно вот Даниил, он стал кричать, баба, не молись. Да истерики, баба, не молись. Вот представляете, что творится. Ну, та меньшая девочка, она как-то и в церкви смиренно себя ведет, и хотя он меньшая, и молитвы мои принимает, и слушает больше, и читает. Нравится им детскую библию, я читаю, ей нравится, она слушает. И с собой взяла, и папа ей там читает. Ну, тоже далеки, конечно, что там говорить. Ну, а вообще, в Завьялово-то у нас как занятий нет, к сожалению. По осени у нас снова возникали, мы нашли там место. Оно вот большое, и мы живем далеко, в разных концах. Кто у вас священник? Священник Александр, ну, на том же помни, Гременюк Александр. Так, а что, когда сжег Новый Завет, и трехтомники которые, ты была? Он сжег, знаете что, к истинному православию. Он не сам сжег, а я была, была в храме. Ну, расскажи, как он говорил? Ах, как говорил, вот видите, старый еще храм был, мы уже год как в новом, и вот натопилось тепло-тепло, вот, вот видите, как жарко. Его аж подогревало, вот прямо вот таким вот... Подогревало, он говорит, с капитрой в храме. Да, 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 это я сжег, вот, и называют, вот, что лапки на книгу, и ретика все поносил. Так тепло. Вот, так тепло, это так разгорелось все хорошо. Ну, и он, вплоть до того, что он и на Виктора, Виктора в тот день не было, что вот у меня там где-то стоит швабра, или черенок от швабры, если бы он тут был, я бы его этой шваброй, вот, а я стою смиренно. Но он много раз, он много раз выступал насчет нас, и меня же в том числе. Я смиренно никогда думаю, наверное, вызывает меня, чтобы я во время литургии рот раскрыла, и меня бы выгнать с треском, вроде как, вот так, я так думаю, его бес подогревал. А я-то смиренно стою, и все, даже как-то в одно время он у меня на вечерние помазания не совершил, а я сказал, еретиков не мажу. А я думаю, я православная, я в очередь встала. Подошла к нему, он спокойно сказал, отойди, я не буду тебя мазать. Я ему руку поцеловала и ушла. А потом-то, как я думаю, надо как-то это прекращать в храме. Люди-то все ни при чем, люди-то многие не знают, что, к чему, почему он так себя ведет. И благодати-то нет, когда вот так себя ведет священник. Люди-то приходят на причастие, что же делать? Я помолюсь, наработаюсь, наработаюсь, уже дома-то сидела днем, а вечером-то, когда помолюсь, все, у меня покоя-то это не дает. Как же это прекратить? Близких мне людей не было в то время. Вот Павел Васильевич у нас староста, борода такой, вот высокий в очках, вы должны его помнить. И Людмила Николаевна у нас там, есть, она тоже мне близкая. Ну как, мужу она покупала книги, Игнатия Тихоновича, я распространяла. Ну муж, правда, говорит, на том же уровне, никак, он не церковный. Ну и она толкование читала. Дальше как-то у нас с ней не на занятия, сколько приглашала, никак, но она сочувствует этому. Их в тот раз не было. А когда они появились уже, я не знаю, раз в семь он нас поносил, и они с Павлом-то подошли к нему. А тут же как раз и у меня, что я-то была вынуждена, нашла в интернете, думаю, как-то же надо прекращать, нашла в интернете благочинного и позвонила благочинному по телефону и поговорила с ним. А он оказался Александр-то, который родинский, который вас хорошо принял. И он-то и со мной хорошо поговорил, хорошо сестра в конце назвал, я разберусь. И после этого, и тоже как-то одновременно получилось, что и Людмила Николаевна с Павлом, со старостой церковным, подошли. Подошли и тоже сказали, ну если она вас не устраивает, вы ее выгоните, зачем вы так себя ведете на литургии, люди-то ни при чем. То же самое сказали. И когда он поговорил со мной, вот Александр-то благочинный, и потом вызвал, я его вызову, я его сторону должен послушать, вызвал его, и неделю, наверное, через три, много-много народу было. Он говорит, Ольга Симоненко здесь, да я, конечно же, здесь, я все время воскресенье, в субботу там, когда к маме уеду, не бываю. Я долго думал, думал, что принести покаяние, когда вот, воскресенье-то покаянное, вот тогда, ну думаю, что ж я вроде откладывать буду, и, да, прощенное воскресенье, что ж я откладывать до этого буду, и попросил прощения. Главное, не у лапкинцев, не у брата, нет, брату передайте, он сказал, про вас даже ни слова, а у меня. И, ну как-то, после этого литургия прошла, все вздохнули, все вздохнули, и литургия пошла, как надо, почувствовалось, что действительно молиться стали, все это изменилось. Но у меня червячок вот остался в сомнении, что он это вот, потому что я знаю, из-за чего это все, если бы это и от него было, а это же после разборки благочинного. Ну а сейчас у него забота, у нас мы в храм вошли уже месяц, год, как уже в новый храм, у нас иконостас бумажный, и вот он боится епископа Максима, который пообещал приехать в феврале, и он меня будет бить, не знаю, как вас, собирает деньги, чтобы холщовые были иконы у нас, ну уже вроде как есть, вот, деньги, деньги все время. А у нас кто ходит, вот так посмотришь, если даже десятину бы все платили, в основном бабушки же ходят, пенсионерки, откуда там сильно деньги. Ну кто это, предприниматели, он и подпринимателем, конечно же, он раз тут не хватает, он же ходит вот это. А так, как раньше, у нас вот раньше в старом храме было, хоть Осипов его включал, когда и с нами батюшка посидел, уже те времена отошли, и там в старом храме не собираются, ну воскресная школа, только детская, собираются и все, никак, духовная жизнь никак. Вы помните, к нам ходила Иннокиня, Ольга, Милославская, присылает она мне на неделю письмо. С ней она тогда-то была такая, и здесь. Она наткнулась и где-то прочитала, ну все это верхушечное такое, Евангелие Исеев, это настоящий Евангелие, это Евангелие жизни. А я про Евангелие Исеев заглянул в интернет-то, а это французский писатель выдумал, вот как звенящие кедры, мегре, его спрашивают, где Анастасия-то это, да никого нет, я дома выдумал просто. А люди верят в это, и верят, что это богиня какая-то, и поклоняются ей. Ну, специальная секта, есть хозяйка Медной горы на Урале, Божок вывел такую сказку, и люди верят по-серьезному, и главенствуют кандидат наук. И сейчас секта, есть такое, почитание Путина, который ложки он ел, там на весь золото, ложку как глаза, везде прижимается, исцеление идет такое, мироточение икон Путина. То есть, конца и края нету этой бездумия, когда люди не имеют Христа. Если люди знают Христа, вопрос даже не поднимается, он все знает. Вот она пишет, вот четыре Евангелия, так во главе Евангелия это вот это. Я когда посмотрел, выписал все, четыре, правда, тоже Евангелия как бы, он писал их в расстоянии там 20 лет, его просили, он не знал, чем закончить это, ничего там нет. А вот к природе надо, жертвы Христа никак даже нету, совершенно нету, то есть полное безумие. Она по другой фамилии, или она замуж вышла, или что, все другое, бывшая она там называет себя. Пытается как привет там передать, или что-то, конечно, вы знаете, много, вы не будете, по телефону не хотите разговаривать. А о чем разговаривать, когда там один бред? Я специально потерял много времени ознакомиться с этими четырьмя Евангелиями в кавычках. Выдуманными ничего божественного даже близко нет. Это почитание природы, пантеизм самый неприкрытый. И она туда вошла. Я вот заметил, может быть я просто неправильно здесь смотрю, я не знаю. Но вот когда люди касаются дела Божьего через кого-то, они теряют все, что до этого имели. Вот у меня книги, и я работал долго над 12 томами, книгами Дмитрия Ростовского «Жития святых». И седьмой, восьмой том, открытым оком, я отвечаю на 400 вопросов по житиям святых. И не просто я беру жития, а в этом житии факт какой-то, и в кавычки взятый. Ну посмотрите как. Это 400, мне нужно было вот так вот, даже, я не знаю, 400 или даже 800, в одном, кажется, 400. В одном томе-то. И главный помощник был тогда на Паналил. И в это время к нему подсунулись, у наших членов общины, Волков и Шинко, Роман. Звоню, он ими занимается, какую-то молитву, что-то. А как раз перед пасой я не выхожу из интернета, прям засыпаю за ним, мне надо сдать. У меня типография теребит, передоплата уже сделана, надо сдать. А у меня все перепутали, он делал небрежно, из новой житии стали там это повторяться. То я не могу так сдавать, я заново сел полностью два тома перештудировать. Я по телефону возьми да и скажи, ребята, если вы не перестанете там безобразничать, наверное, надо Богу помолиться, чтобы он расправился с вами. Я только сказал, может быть, мгновенно, как три головы были стесены. Этот отрекся от веры полностью, взялся как безбожник и романах. А эти закрутили, непонятно что из общины ушли, а за что они видели, снимок принесли, что лавр, митрополит, сидит за одним столом с патриархом Алексеем Вторым. Это смертный грех. И они ушли, у них причин-то никаких не было, за ними ничего не было. Вот это Ольга. Что с ней случилось? Она восстала. Восстала и все потеряла. У меня был знакомый один. Он ученик отца Геннадия Фаста. Закончил курс на священника, но увидел, как священники эти, будущие священники, в коридорах, говорят, курят, там пьют, разговаривают о разных непотребных вещах, куда вечером, я подумал, куда я лезу, и он от них отошел. Ну, просто в какой-то группе занимался по работе с наркоманами. Ну, тоже неплохо, может быть. Ну, вот в интернете у нас завязалась такая бурная переписка с баптистом. И нужно материал выставить, и хорошо бы, чтобы не я его выставил. И я ему говорю, ты выстави этот материал-то. Я никогда не предполагал, материал сугубо православный, миссионерский. Я пожалел неоднократно, как он поднялся, и в этот же вечер он полностью отрекся от всего, что между нами было доброго. За меня заступался там про Сальгенадия этого, он хорошо знал Литых Георгия Слепого, который там был, он там, из города Камска, откуда она-то с ребятишками-то. Как он поднялся, я не рад. Я прошу, прости меня, Юра, ну как это, ну... Он бывший летчик, фамилия Портовский. Видно, что с бородой человек, ну сам по себе умный и хороший-то. И вдруг замок нигде нет. И соединился с этим баптистом. Я так и ахнул. Так-так просто не пройдет это... Как это может так? Проходит маленькое время, немец сообщает. Все, отрекся от христианства, ушел в язычество. Быть учеником отца Геннадия Фаста, работать, закончить курсы готовый священник и уйти в язычество. Это даже нельзя предположить какая-то бездна. Шагнуть через тысячелетия назад уйти, обрежь себя на вечное мучение. Быть очень внимательны, когда где-то придется говорить о священниках или о ком-то. Конкретный его факт, а не о благодати. Вот он неправильно поступает. Вот они сейчас что там, темиртау, забеспокоились? Как у сектанта живет их священник, который на их попечении? Им, конечно, это не хочется. Но так оно случилось. Еще. Направили работать Галину Кубайкину. Помогли ей в Мейл.ру. И у нее там встреча, ну, как называется, в друзья принимают старобрядцы. Галина Ивановна, расскажи немного, что там было? Как? Ну, ко мне попросился в друзья один из старобрядец. Один старобрядец попросился в друзья. Я его в друзья, я его приняла. Вот. И он, значит, начал сразу же... Он говорит, я от старобрядцев ушел в какую-то там, вроде бы, собираюсь перейти. И, ну, я вроде говорю, начался разговор, я говорю, ну, вы же церковь, вам надо хорошо подумать, прежде чем куда-то какие-то делать. Вот. Ну, а, собственно, это был предлог для того, чтобы зацепиться, начать разговор у него. И он начал сразу же говорить, вот наша церковь благодатная, а ваша богохульная. Ваши священники вот такие-такие, значит, они волки лютые. И, в общем, и начал хулить церковь. Вот. Я говорю, ну, во-первых, зачем вы так обо всех говорите священниках? Ну, в общем, и вы, вот мы правильно крестимся, мы двуперстно, а вы, значит, креститесь треперстно. Преперстно, вы щепотники. Вот. Я ему, значит, привожу места, я говорю, вы мне скажите, пожалуйста, что, где в Библии написано, как нужно креститься? Одним перстом, там, двумя, тремя, или, может быть, вообще полностью ладонью. Он мне это не отвечает. Но он продолжает хулить церковь, значит, что вот вы такие-сякие. Я говорю, ну, как вы можете хулить, когда все таинства совершаются, все там делается, и нельзя судить обо всей церкви. У нас церковь-то Христова, она единая для всех, для всех вероисповеданий. Одна единая церковь Христова. Вот. Ну, он, в общем, короче говоря, неуемный. Но я тут, конечно, сгрубила немножко, прости меня, Господи. Я говорю, у вас тут начался словесный понос, пожалуйста. Ну, короче говоря, вот такие вот вещи. То есть, он ничего не слышит. И потом, когда я ему задала вопрос, вы конкретно приведитесь, ответьте на вопрос, что где в Библии сказано, как нужно крестное знамение наносить? Двумя перстами, тремя или пятью? Он мне это не отвечает. И в итоге говорит, не мечи бисер перед свиньями. И все. И больше он, то есть, одна хула идет, и все. Больше ничего такого нет. Вот. На эту фразу, да. Вот. Ну, еще, если что-то сказать. Не получается. На меня тоже иногда попадает старая прясть. Разговор никакой не получается. Ни на один вопрос отвечать не знаю. Я говорю, а как же так? Ваш известный деятель Мельников, Федор Ефимович, он прямо об этом говорит? Что выдержку из Иоанна Златоуста. Молились, одним перстом. Это, знаменовались, не молились. Ну, не перстами молятся, а душой молятся. Тут выражение неправильно. Одним перстом. Почему вы об этом не говорите? Я говорю, ты, Галина Ивановна, скопируй, что я тебе напишу. И скажи, когда принимал князь Владимир крещение, в Греции было ли троеперстия в то время или не было? Они должны ответить, было оно или не было. Для них это, они не понимают, что за этим вопросом другой, который начнет их придавливать. Ну, он скажет, было. Допустим, а почему приняли тогда двоеперстия, а не троеперстия? Скажет, не было. Не было? Тогда вопрос следующий. А как в Греции вдруг оказалось, что уже через 700 лет, а двоеперстия даже знать никто не знает, а только троеперстия, и под него Никол начал подгонять. И как это могло так быть? Безболезненно. Тут раскол получился, раскол. А там ничего не было в Греции, и нигде даже, нигде в аналог, нигде не написано об этом, не в житиях. Почему? Они не могут ответить ни один вопрос. А ответ очень простой, что в Греции в то время на равных было и двоеперстия, и троеперстия. Но так как в столице больше было двоеперстия, приехали монахи, монахи на двоеперстники, так и приняли. Хотя троеперстников было в то время, может быть, 85% уже, и поэтому оно постепенно съезжало, и его просто двоеперстия не стало, и все. Они не знают это. Да и не в этом дело. Дальше вопрос. Никол сражался с Аввакумом. Они как-нибудь Библию применяли в разговорах, в доказательствах? Хотя бы раз. Ни разу и нигде. А ведь речь шла о полном расколе не церкви, только России. И Россию покололи. Россию? Ведь это, которые люди старообрядцы, это были самые прочные, самые крепкие, самые верные старинные традиции. Так князь Владимир крестился, так Сергий Радонежский, Антоний, Феодосий. Все молились двоеперстных. Я говорю, почему на троеперстных? Это совершенно ненужная, зловредная была реформа. Сегодня понимают. А потом уже Никон говорит, да лаз здесь и нет. Хоть так, хоть так. По каким книгам? Никон уже стал сам говорить. Но уже народ раскололся. В нем увидели Антихриста. И не раньше, не позже, как случилось в 1666 году. Тысячу отбросили, а 666 на Никона налепили. Это Антихрист. Ну и, конечно, нашелся человек, таков вакуум, человек-кремень, которого нельзя было не сдвинуть ничего. Увидели фильм «Раскол» 20 серий-то. И там даже о Библии вообще речи нет. Одна ненависть пылает с обеих сторон. Повредить, сжечь, поглядить. Мы это узнали, и теперь нам это ничего не дает, кроме того, что любить и Господа. Нет больше любви, как возлюбить ближнего своего. Сегодня мы слышали совокупность совершенства, любовь, перечисляется все. Но ничего этого люди не знали, ни ссылки никакой не было. Слово Божие это вселяется в вас обильно. Обильно. Ну, понимаете, в жажду человек пьет обильно воды, чтобы организм обезвоживается. Обильно. Тысячу лет в руки не дали Евангелия. Какое обильно-то? Необильно. Сказали бы, хоть крошками под столом собирали бы. Вообще не было. Никто этого не знал. Слово Библии вообще неизвестно. И сегодня, когда дети... Это я специально попросил, чтобы дети стихотворения, песнопения, о Бог и Егова пропели. Да как посыпались отовсюду. Это что-то такое-то непонятно. Их крестятся, и Егова, это какое-то смешение. Я говорю, а вы слово Егова-то знаете? А почему в храмах его нет? Так это я должен задавать вопрос. Почему его нет в храмах? Хотя в Библии восемь раз прямо написано по-русски Егова. А в других местах слово Егова заменили Адонай, то есть Господь. Больше семи тысяч раз слово Егова. Вот и все. Поэтому в любом вопросу мы должны обращаться к Священному Писанию. Вот. Теперь я спрошу, вопросы какие? Потому что говорили. Давай, Егнатин. Вот, Игнат Ильич, вы с этим... Ой, забыл. Редактор твой, который вышел... Душенов. 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 Константин Юрьевич. Вы с Душеновым когда разговаривали, не спросили, он ваше письмо получал, вы же ему отправляли письмо. Получал. Книга у него. Я все спросить успел. Меня это интересовало. Потому что в книге для Слова Божия не туз, и даже в открытым оком я неоднократно разбирал его письма. И разбирал с позиции несогласия. Ну, вы задали ему этот вопрос. Он разобрался, в чем он был неправ. Что он? Он понял, в чем был неправ. Ну, я такой вопрос по телефону не задавал даже. Понял или не понял. Я высказал книгу. Допустим, последняя, у него большая такая была статья. Это пучеглазая, горбоносая, сволочь заголовок. Это на евреев. Понимаете, вот я оскорбительный, нет, теперь эксперты работают, в этих словах не нашли оскорбительного. Ну, я тоже выступил, дернуло меня за это. Я стал говорить. Ну, в первую очередь, я обращаю на слово сволочь. Его происхождение. Происхождение его не все знают. Когда были станции далеко друг от друга, то людей надо было свозить к станции. Транспорта-то не было. Специально поставляли подводы. Сволокчи надо сюда. И людей, которых призывали, привозили на вокзал, то сволочь была. Вот шаромышки-то, как говорят, шаромышка, это плохое. А это разбитая армия Наполеона. Они выходили из лесов и обращались. Хлеба просили шерами. Шерами, то есть дорогой друг. Дорогой друг, хлеба дай, шерами. Они говорят, вон опять шерамишка-то идет. А ведь откуда пришло-то это все? Я дальше объясняю. Он пучеглазый. Ну, давайте посмотрим, как Сократ говорит. Да, я пучеглазый. У него глаза были на выкате. А глаза для чего? Не для того, чтобы смотрели, определяли, где. А чтобы ими смотреть. У меня глаза как у рака. Они видят вперед и по сторонам. А твои только изнутри. То что они могут, когда окуляры такие? Мои глаза лучше, а не пучеглазые. То есть я доказал. Теперь горбоносы. Горбоносы не от того, что они все боксеры. Бог отметил эту нацию и так, горбоносы. А обнося о горбинке носа, я нигде не прочитал, выдумывать не стал. Думаю, просто это знак как пейси. Чтобы показать, что это богоизбранный народ и горбоносы. Ну, у него так нос не будет. Это евреи, горбоносы-то. Это Бог отметил свою и богоизбранную нацию. Как мы можем сказать? Но если сложен негативный в этот смысл, я опровергаю все три слова. А если желаете, я объясню. Когда здесь какой-то конгресс был по экстремизму. Ну, меня как всегда пригласили, я выступал. Я вышел из Библии, показал ей и сказал, я экстремист. Я говорю, а вот вы сидите там, в президиуме много профессора сидят. А кто не экстремист, я говорю, тот блевотина. Как они так это? Я говорю, а вот как. Кто не холоден, не горячий, извергну из уст моих. А что из уст? Андрей Кисарий Каппадокийский говорит, блевотина извергается изо рта. В рот употребляется пища. Поэтому, если ты не холоден, не горячий. А раз я горячий, я экстремист, я все доведу до совершенства. Я хочу истинный смысл этого слова показать. Так и вот в этом вопросе. Так, вопрос. Про Константина продолжайте благодарить Бога, что мы видим, он на свободе, он дома. Ну, и родственники. Чтобы Господь сохранил его от необдуманных поступков. Потому что ему никакой руководящей работы, там, кажется, вынесено, три года не занимать. Чтобы где-нибудь его эти патриоты не спровоцировали. Он умница такой, он столько знает. Я много материалов у него брал в моих книгах есть, вставленных где-то. И отвечал правильно. Притом он газеты свои давал доступ к зарубежным, разным, которые течения были, всем давал место. Более толерантного, как говорят, человека трудно даже найти. Это патриот, это настоящий православный. Но, но не в евангельском духе трудился. Это определенно. Он там уже во святые там этого Иоанна Снычева. Я считаю, в то время он был самый опасный, этот Снычев. Под прикрытием веры оправдывает коммунистов. И у него самое большое слияние с коммунистами, вот у Душенова. Они пытаются, что через большевиков церковь получит свободу. Сталин хороший был и, главное, хорош тем, что гнал евреев-то. Да какой же он хороший, если гнал евреев? Это неприкасаемая нация. Кто-то касается вас, Зеницы Ока касается. Что тут я не буду тебе доказывать-то? Где Гитлер, где Сталин-то? А евреи набрали такую силу, что даже завидовать нечему. На такой высоте. Но куда это все приведет? Без принятия Христа это все поведет к крушению их. И надо до конца договаривать. Ну я как исполнитель-наблюдатель старший, хочу сказать, что дисциплина у нас должна быть церковная. Все знают, да. И написано, жены в церквах молчат. Это не значит, что братья должны разговаривать в этот момент, балагурить весело. Говорит о том, что братья, они более тверды в дисциплине, потому что они проходят армию обычно там, ну и так далее. В других там местах где-то там. И поэтому они молчат. А сестры должны смотреть на это и подражать просто. А сестры как раз говорливые у нас. Очень. Особенно в храме почему-то. Сколько уже призываем, оставайтесь тут и разговаривайте досыто. Вот здесь разговаривайте. Песнопение попойте как следует, чтобы у вас вот это вот место, вот тут уздечки вот это, аж на что болело у вас. И может быть тогда в церковь вы перестанете разговаривать. Причем разговаривают так, похотя называется. Так стоят что-то так, друг с дружкой, вольничком таким разговаривают так спокойно. Как будто никакого благоговения нет. Только что проповедь такая златоуста была о благоговении. Сейчас еще вставочку сделаю. Скажите сестры, брат говорит правильно или неправильно? Правильно. Мы его обвлекли полномочиями, у нас наблюдатели среди сестер, среди братьев, наблюдать за порядком. Он старше, но над ним старше только я, староста. Ну и там батюшка. Но он говорит правильно или нет? Кто не согласен с ним, поднимите руку. Но если он говорит, и вы знаете, что говорит правильно, значит нужно исполнительная власть. И какая власть другая? Законодательная. 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 Надо уж теперь закон есть выполнять. Давайте договоримся так. Как только кто-то заговорил, явно заговорил. Вы не сопротивляйтесь. Он только пальцем показал, сразу выходив в коридор, стоив в прихожей, вместе с соглашенными. Согласны? Ну кто не согласен? Давайте, поднимите руку. Я не прошу для меня, я все равно не слышу, хоть вы там кричите. Я не слышу, я раз, что я не слышу, что я глухой. Я Бога благодарю, я не лошу. Жаль, Надежды Васильевны нету. Ей нет, она почувствовала, я спрашиваю, где она. Она ж такая. Главный говорун, облегнулся, сейчас поспрашивал, где ее нет. Она, видимо, почувствовала, что ее задеет. Причем, ладно бы просто разговаривали, ну и там замечание сделать только, и они бы сразу, допустим, господи, ну забыла, ну понятно все, тут уже я покаялся, все. А тут, а что тебе? А ты что? Ну вот, здравствуйте, начинается это, что-то. Как ты что? Да ничего. Стоит, чокается, перечокывается, как дети какие-то. Все. 80 лет уже людям. Так, говори, пожалуйста. Может, было еще раньше предложение такое, если кто-то сказал слово в храме, чтобы в копилочку там положить. 10 рублей, да, что-то помните. Ну, 10 рублей уже с тех пор прошло много времени, давайте 50. Вот это головник полный. У нас определенная щетка. Ну, она когда-то отдаст, а будет стоять, и тогда должна выйти. Мы договорились. Выйти, она осуждает сама себя, самоотлученная. И она будет стоять до следующего богослужения, вместе с оглашенными. У нас, когда оглашенные из идити, у нас все выходят в притвор. Договорились. То есть, как помаячил, и все, и не надо спорить. Женщины не могут заходить в алтарь. Сестры, вы же знаете, это все. Не имеют никакого права. Тоже оговорено канонами. И женщина не может быть священником. Никак. Они могут разговаривать, жены молчат. Но, Ян Анатолуц говорит, если женам говорится, это означает, тем более мужьям не разговаривать. Это как с немощным сосудом он разговаривает. А не то, что мужья могут стоять и болтать в храме-то. У нас не положено шепотом ни одного слова говорить. Это занесено в уставе. Устав находится в краевом отделе юстиции. У епископа. Не, ну хочу я сказать и положительное, раз уж тут началось отрицать. А так, это, стоят все благоговейно молятся. То есть, допустим, сказали, вот тут, в Виле, молитва. То есть, все встали на молитву, и все стоят. Тут это хорошо все. Не надо там кланяться, там, или что, когда Игнать Игнатьич сказал. Просто стоять. Ну, обычно нормально, без шума. И сестры, когда маленькие дети ходят, ну, вот сейчас у нас маленькая одна, у Третьяковых. Не надо там за ней так сильно, там, у ней мать есть и бабушка есть. А у вас все такие материнские бабушкины чувства. Мы прям готовы за ней все кинуться. И так будем ходить все хороводом за ней, вот она ходит. Ну, пускай мелькишит, а мы оба пока. Она уже все стоит сегодня. Видели-ка, сегодня стояла? Уже сняли ее. Стоит такая, ну, немножко туда-сюда, но однако стоит. А другие там в четыре года чем занимаются, рассказывают. И они все такие. И мама там рассказывает, она с Соней постоянно ходит, ей шесть уже. И то же самое. Не хочу в церковь, не хочу, я должна стоять здесь уже вопросы. А наши стоят, слава Богу. Так, вопрос. У нас правило такое. Допустим, тебе нужно, ну, мало еще, больной или что-то, выйти во время службы. Назад не пытайтесь заходить. Стоять в притворе, ну, до определенного момента, когда оглашенные, зайдите, тогда зайдешь. Мы кое-что уже так, ну, не до конца стоят. Бывает, священник пойдет, мы тогда опоздавшим говорим, зайдите. А потом напишешь, почему ты опоздала. Мы не можем упустить это из рук. Нет дисциплины, ничего нет. Мы ни количества, ничего не набираем. Вышло, это твое дело, тебе надо. Ну, нужда бывает. Ну, и стой спокойно, я все время стою с оглашенными. Ну, еще, никакой мне нужды нету никакой. Я всю жизнь простоял с оглашенными. Еще можно сказать... Хотя, вот, две недели назад я причащался, я не оглашенный, ну, то есть оглашенный, но верный. У нас каждый почти на своем месте стоит, сестры. И вот я к тем обращаюсь, которые вот стоят тут в дверях. Вы, ну, как, богобоязненные, это однозначно. Вы как встали в этих дверях, вас ничем не столкнешь. А люди-то заходят, вы, прошу вас, прошу, ну, как бы ради Господа, вспомните о тех, кто сзади вас идут. Потому что тут, Игнат Тихонович, свет выключил, и сразу поток устремился, а мёб туда страшный, прям электронный поперли туда. Вы, ну, так, отойдите, когда батюшка как идет, немножко вот так раз, шажок, и все пройдут тут, встанут и так далее. А вы как встанете вот так вот, и уже идешь вот так, лавируешь уже, так еще, кто там, что там, кто тут вошкается такое. Сейчас, Оля, Оля, хочешь сказать, что ли? Я вопрос задать хочу. Уже у нас наш завьяловский священник уже много раз говорил это в храме. Вот когда после Херувимской неосвященная чаша батюшка выходит, и земной поклон делается. Нет. А он, а он говорит, не делайте, она неосвященная, не делайте земной поклон. Ну, он правильно говорит. Почему? На том месте, какого я не понимаю. Но после того, как он вышел... Какой у нас батюшка выходит туда? Да, да, да. Ну, говорите, неосвященная еще. Ну, вот он мне пеняет, что нельзя делать в это время поклон. Не знаю, как он говорит, так и делайте, в этом не согрешите. Может быть. Порядок там в вашем храме. Здесь никакого нарушения нет. Как он говорит, так и делайте. Ну, понятно. Так, некоторые не знают, я хочу вам представить моего крестника. Вот, пожалуйста. Я почему не знаю, знаю. Его мама двоюродная моя сестра. То есть сестра Агафья Степановна, а Степан и Тихон родные братья. Он был бывший главный агроном Корченского сельсовета. Божьей милостью агроном, как говорят. Так что ты послушай о тебе. Ему выделили для садов, которые там засажены. Самое неудобное, говорит, такое засушливое. А будто бы директор сказал, а этому сельскому ходит, да и говорит, камень один, он все равно на нем вырастет. Что надо. И в то время, когда нас там жучили в лагере, не давали, он выхлопотал нам 3 гектара земли, чтобы нас не трогали. Официально там и главный бухгалтер расписался, и директор. Так было? Не земли, крапивы. А? Крапивы, крапивы. Крапивы там. Сейчас крапиву, чтобы нас они хотя бы не трогали. Они нас сживали, сжигали. Там 18 раз все полностью сжигали. Ну он добился, а теперь у меня документ был. Мне удобно было везде. Вот. У него все время требуются операции. Сделали тяжеленные операции. Там на ногах, там что-то железо там вставляли. Ну я не понимаю. Сейчас опять, вы все время помните о нем, Алексей. Это наш благодетель во всех отношениях. Уезжая, мы прятали все, и главное палатки, самошиты мы все отправляли. Он приезжал и забирал, и у него там было. И он главный наш там буфер был между властей, и удар принимал на себя. Он сейчас в городе, ты еще до больницы приехал? Ну. Опять. Вот к тебе один недостаток, то я скажу. Ты его выслушай. Татьяна, ты знаешь, подними, Татьяна. Ее телефон у тебя есть? Да. Есть. Почему ты не звонишь, когда ты в больнице? Это старшая сестра нашей общины. Она мгновенно всех оповестила. Можно прийти, не можно. Что-то принести, да просто побеседовать с тобой. Никто не знает. Алексей был в больнице, Алексей Семенович был, уехал. Алексей Семенович приезжает. Никому. Ее телефон и мой. Да чтоб вас не напрягать, зачем у вас свои дела? Нет, не надо. Не надо. Ты брат. Крещеный человек, член общины. Так что вопрос этот снятый. Договорились? Послушание, Иби. Когда бы ты не приехал, сразу первым делом выходи на Татьяну Кузьминичеву. Ну, и меня не оставь. Чтобы мы это знали. У тебя со всеми очень хорошие отношения. Нет, сейчас у меня сноха лежит в больнице. Как? Сноха лежит в больнице, поэтому я приехал со внуком здесь. Ну, значит, надо как-то тоже бы сказать, может быть, можно посетить было. Дело в том, что мы не знаем, где как откликнется, садись себе и стоять-то. На днях на меня выходит одна Людмила Бурщик. Я ее знать не знаю. Она говорит, я родная дочь Сивера, Владимира Митрофановича. Это главный, как называется, запаровозок. Это там у первых секретарей всех судили. Мы с ним в одной камере сидели. И она это знает. Я ее там материалы какие отдал. Я слышала много. Ну, я ей дал материал. Мы к материке заезжали, на магнитофон записали. Я материал выставил, фотографии. Отец был директор рыбокомбината. Очень и очень талантливый человек в этом вопросе. Главный рыбак края. У него там отдыхали и первые секретари, и Герман Титов, и Севастьянов, космонавты. Там кто бы ни приехал, едут ко мне. И у него все там было. Ему катерщик не в избу заезжал, говорит. Замминистр мы везде приезжал. Ему в вагоны шли, реприжераторы из Дальнего Востока, отовсюду. По сегодняшний день еще мы были в Суслово, там такая деревня есть, мама Цискарывана. Ну и бабки-то, ооо, я говорю, а вы знали Севера? Знали. Тогда колбаса была по рубль, колбаса рыба копченая по рубль 69. Какая память о стариков? Рубль 69. Такая хорошая была. Его давно нет, он умер уже, а рубль 69 остался. Он давал всем жить. Он жил сам шикарно, но давал всем жить. По-Терябске тополя все убрал, у него там несколько, не знаю, свиноферм было, дома строил. Я правильно говорю? Он давал другим жить. А его не стало, и сразу, и когда вернулся, его обратно. И жена говорит ей, он как все время говорил, а вот Игнатий Тихонович со мной, он вот так бы поступил. Он меня рабочим представлял, которые не знают. И вот я на работу зову обратно, а он не идет. А как бы Игнатий Тихонович сказал, он бы сказал, нехорошо делаешь. Народ просит, надо пойти. Предприятие снова разваливается. Его надо поднимать на ноги. А то жена его рассказывает. И он говорит, вам, и все время как бы вспоминал и старался делать. Я не знал, что это будет. Между нами отношения в конце испортились. Он что-то сказал за слово Божие, я вел занятия там в тюрьме. И вдруг я перестал, больше я не буду везти, потому что он хвалит, его никто не одернул. И он после просить начал, но я уже уперся и не пошел на это. Потому что это слово Божие. Мне не до этого я молился. Вот такое дело. Видите, у нас сегодня, сказать, люди, которые редко бывают, при том это все члены нашей общины. Если бы мы были просто православными, наша община, ну я думаю, так посчитал, ну тысяч 15 было бы у нас в среднем в общине. Но мы никого к себе не зовем ни разу, никого нигде. У нас это запрещено. И только сильно, который просится человек, вот как Михаилу, я отказал даже приезжать. Он говорит, я приеду, а зачем? Еще прошло время, он заново, и тогда только я разрешил один раз приехать. И поэтому мы не набираем количества, ничего. А как Богу угодно, он так сделает. Он один день может сделать потеряевку, больше корченую. И в один день сделает так, что придется расширять этот дом. Вопросы? Ну у меня маленькая печаль, я скажу, маленькая такая, для себя имейте ввиду. Я держу голубей, и у меня два главных голубя. Один по небрежности погиб, из-за чего я два дня не лазил туда. Холодно, я даже из-за вызова не вылазил. У меня Володя, вот он снимает, он все и обеспечивает. Как-то на себя поверни маленько, чтобы тебя увидели, какой ты есть. Он все, пещи топит, он полностью занят этим. И вдруг я думал, не пойду сегодня, нет, думаю, надо сходить. Когда залез туда, два голубя, один коричневый, и он не излетает на руки. Это самые ручные были, с высоты на руки опускались. А выше, которые рядом, те залетали на руки. Я смотрю, что с тобой? Я этого только похоронил, говорится, кошкам отдал. А это второй такой, двухчубый, очень породистый. Да что ж ты, почему, что с тобой сделать? Я когда взял, а он когда отправлялся, и у него на перышке настыло. А повернуться-то нельзя было. Он в следующий раз, оно опять у него запечатало, вот такой вот. И он не может не оправиться, ничего не может есть. Я его скорее за пазуху принес домой, под одеяло засунул, кошек спрятал, его начал обстригать, все подготавливать. И взял, сейчас у меня в комнате живет. Ну а жил, да еще и хулиганят начинают. Ложусь спать, а ему там дырочки, он голову высунет и на меня смотрит. И вчера чуть кошка прыгнула, чуть до головы не допрыгнула, могла оторвать. Я взял, он недоступный, но она такой прыжок сделала. Он спрятался и до утра не вылазил. Я вам рассказываю мелочи такие. Ну знаете, это, когда человек любит, ему дорого все. Я с кошками то одних выпускаю, то его. Теперь по каждому своя доза дается. Ну вот и все у меня. Если ничего нет, попрошу, не расходитесь еще. Попойте, пусть Алексей послушает. Немножко останьтесь все. Где у нас? Татьяна-то нету? Кто ведет? Алифтина? Где она? Куда они девались? Мы поблагодарим Бога. А вы останьтесь, мы много попоете, а потом на занятия. Пообедайте, занятия будут. Господь, если как, а истину, поможи Тетя Богородицу, И соблаженную, и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую, без сравнения, Серафин. Без истрения Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величай. Отец наш Небесный, Создатель наш, хвала Тебе за эту милость, что позволил нам собраться, участвовать в богослужении в собрании. Помоги нам с радостью слышать слова Божие и Слово Божие из Святой Библии. И точно исполнять предписанные Тобой законы. Да будет благословен путь наш, чтобы никто не оказался опоздавшим. Но все мы были с Тобой в вечности в Царстве Небесном. Благослови наших братьев и сестер, и в отдалении находящихся, и путешествующих. Соделай путь их безопасным. И освободи Александра и Людмилу, неведомых нам страдальцев за слово Твое. И по всему лицу земли всех узников Твоих укрепи, освободи. Прошу Тебя, Господи, если есть на то воля Твоя святая, помоги мне издать эти книги, пошли все потребное. Ибо я нищий, беден, и ничего у меня нет. Распусти нас с миром. Тебе, Боже, хвала. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мастером. Мастера-шечка. Мастер-шечка.